Приветствую смотрящих. У микрофона Реквайтл. Знаете ли вы Сталкера по кличке Шустрый? Да? А хорошо ли вы его знаете? Если нет, то сегодня я вам подробно расскажу об этом персонаже, кто он такой на самом деле и так далее. Актив на канале сильно упал. Так что друзья, давайте сразу поставьте свой лайк и подпишитесь на канал. Можете написать любой комментарий, это помогает продвижению видео. Пишите что вам угодно. Задавайте вопросы по вселенной Сталкер и так далее. Я обязательно отвечу вам, а мы переходим к просмотру данного видеоролика. Интересный факт. Шустрый является единственным персонажем, который встречается во всех частях Сталкера. Будем ждать его и в Сталкер 2. Как думаете, будет он там или нет? Напишите об этом в комментариях. Чистое небо. Шустрый в 2011 году. В 2011 году он состоял в группировке Чистое небо, где собирал воедино информацию от членов группировки и консультировал Лебедева и работал проводником. После сверхвыброса ему пришлось тяжело работать несколько суток, из-за чего на протяжении игры постоянно спит на табуретке напротив кабинета Лебедева. Знает тактическую ситуацию Чистого неба на болотах, может объяснить шрамы в возможности его КПК и продает наводки на тайнике. Сталкер Тень Чернобыля. Шустрый в 2012 году. После распада группировки Чистое небо, Шустрый покидает болото и отправляется на кордон, где начинает работать на местного торговца по кличке Сидорович. Он соединяется к группе Волка. Во время выполнения одного из своих заданий он попал в передрягу с бандитами. Вместе с ним были еще Толик и один Сталкер. Они несли Сидоровичу флешку, на которой была записана ценная информация. Однако в лагере и у вагончика их атаковали бандиты. Они ранили Толика и застрелили Сталкера из отряда, а Шустрого забрали в плен, поскольку он наплел бандитам просохнув с кучей артефактов. Необходимую торговцу флешку Шустрый надежно спрятал, так что бандиты ее не нашли. Спустя некоторое время отряд Петрухи вместе с Мечным вбивает бандитов с АТП и спасает Шустрого. После чего последний поселяется в деревне Новичков, предлагает спасителю задание на нахождение бандитской кольтюжной куртки, о которой услышал от бандитов, будучи в плену. Уже тогда начинает задумываться о продаже уникального оружия. Зов Припяти. Шустрый в 2012 году событие Зова Припяти. После отключения Выжигателя Мозгов, Шустрый, как и многие другие сталкеры, отправляется к центру зоны и вместе с группой сталкеров оседает на Затоне, где и был основан лагерь Скадовск. Также и помог Каадану основать его мастерскую. Часо принимает заказы на старежение от Ганты. На момент прибития диктирован на Скадовск, уже сделал себе имя и зарабатывает на заказах уникального оружия и брони. Вот так, друзья, теперь вы, наверное, поняли, кто такой Шустрый и его биографию полностью. На этом видео подходит к концу. Обязательно поставьте лайк и подписывайтесь на канал. Ждите новых роликов. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!